Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео у нас будут пустые баночки, и это всё, что у меня закончилось за полгода, даже, может быть, за год. Всё это складировалось, и я ужасно не люблю складировать всякие банки. В общем, хочу поскорее от них избавиться. У меня накопился, смотрите, целый огромный мешок. В общем, буду оттуда всё вытаскивать и постараюсь как можно быстрее, как можно более чётко и ясно вам рассказать о том, что об этих продуктах классного, а что ужасного. Короче, приступим. Первое, что вытаскиваю, это Биодермо увлажняющий тоник с никотиновой кислотой, и я очень хочу заказать его снова. Мне этот тоник понравился по ощущениям, не отставляет липкости, кожа мягкая, приятная, не стягивает кожу, можно забыть про уход, нанесли и всё. Лицу комфортно, короче, закажу ещё. Крем от Нюкс в прозе жьёт для всех типов кожи ночной. Крем восстанавливающий и регенерирующий кожу ночью. У Нюкс косметики обалденные запахи, цветочный, вкусный, запах белого чая. Крем сам очень питательный, подойдёт на осень, на зиму. Крем могу посоветовать всем тем, кто хочет хороший, питательный, увлажняющий ночной крем, без всяких, знаете, там, необычностей и всяких там обещаний производителя, которые просто питают, увлажняют и кожа утром выглядит красиво. Крем ночной от Andalou Naturals, натуральный, который закончился у меня ещё летом, и мне он очень понравился. Крем с бета-кислотами, то есть здесь салициловая кислота в составе, подходит для проблемной кожи, у которой высыпание, и действительно мы наносим, быстро впитывается, матовое лицо, разрешения никакого не было, высыпаний дополнительных не было, и утром лицо выглядело хорошо. Если вы используете косметику с такими сильными составляющими, как всякие кислоты, тогда вам этот крем понравится. Марка A Cure, это Herb, и это для светящейся кожи скраб для лица, и здесь у нас хлорела в составе, которая наполняет кожу кислородом. Скраб довольно-таки такой скрабирующий, то есть для моего лица это казалось too much. Я его использовала на тело, мне очень нравилось. Он чуть-чуть пенится, у него такой болотистый цвет, такая плотная консистенция, кожу хорошо очищает, но для лица мне жестковат. Гель алоэ, который заказала я в новинку, попробовать от Jason сайта iHerb, мне он не очень понравился. Здесь в составе есть также чайное дерево, и поэтому этот гель пахнет не только алоэ, но еще и чайным деревом. И не скажу, что он как-то особо регенерировал мою кожу, как-то спасал летом от солнечного ожога, ничего такого не было. Обычный гель, ну вот запах мне не очень понравился, что вот пахнет чайным деревом. Еще один крем от NUX Prodigyos для комбинированной нормальной кожи, увлажняющий крем дневной, мне он тоже очень понравился, у него тоже яркий запах цветов или зеленого чая ароматизированного. Кожу оставляет напитанной, увлажненной и матовой, что самое главное, могу посоветовать всем обладательницам комбинированной кожи, жирной кожи. Лицо не жирнится быстрее, у вас не закупориваются поры. Мне этот крем понравился, возможно когда-нибудь к нему вернусь, просто мне надоел аромат. Эфа Кларду, нашумевший такой крем аптечной серии от прыщей, мне в принципе он понравился, но к нему появляется привыкание кожи. То есть сначала мы пользуемся, прыщики проходят, потом моему лицу было абсолютно все равно на него, в принципе он ничего не делал, то есть было привыкание. Поэтому я скажу так, для небольших высыпаний, для каких-то негормональных высыпаний, для просто прыщиков он идеально подойдет, но учтите то, что не пользуетесь им постоянно, потому что эффекта не будет. Далее такая пшикалка на голову для роста волос, с перцем, по-моему здесь есть кофеин и так далее, другие экстракты для роста волос. Мне это средство в принципе понравилось. Пшикаем его на голову, конечно в этот момент надо вообще не дышать, закрыть нос, глаза, абсолютно все, потому что вы будете кашлять, очень перцем пахнет и кофе, в общем это все вдыхается. И дыхательным путям не очень хорошо, это довольно-таки токсично. Мне понравился эффект, мне все говорили, что у меня волосы растут очень быстро, и вот пока он у меня не закончился, волосы росли очень хорошо, чувствовали себя хорошо. И действительно скальп возможно меньше чесался. Кстати да, это именно скальп релив, то есть предназначено большее средство для того, чтобы вот у вас не чесалась голова, если там у вас сухость от всяких сульфатных шампуней и так далее. Маска от Schwarzkopf Blonde Me, это маска с кератином для волос, которая предназначена именно для блондинок. Мой мастер-пайкмахер говорил мне, что именно для блондинок почему-то стоит покупать специальные маски, которые для блондинок, чтобы у вас не желтели волосы. Я не заметила ничего такого, что она лучше каких-то других масок в плане блондинок или брюнеток, не знаю, но что волосы мягкие, действительно классная маска, выравнивает ее волосы. Если подержать очень долго, тогда вообще будет вау, если 5 минут, то все равно эффект ошеломлительный. Волосы мягкие, гладкие, короче мне она очень понравилась. Возможно, когда-то я прикуплю ее еще. На моем канале видео про ретинол, наверное, одно из самых популярных, и вот этот самый ретинол, о котором было видео, я его выкидываю. Он у меня не закончился до конца, все потому что я проходила его курсом. И ретинол, кстати, фототоксичен, и в принципе, если мы открываем все время баночку, там пользуемся, то только тут отпадает воздух, свет, у нас продукт портится, и он становится уже негодным, у него нет действия. Поэтому ретинол, в принципе, я попользовалась курсом, и мне не нужно столько много баночки. То есть я понимаю, что сейчас уже этот продукт может даже быть опасен для кожи, я не могу им пользоваться уже спустя какое-то время, потому что он просто испортился. Но в целом ретинол как средство избавления от проблем прыщиков, как средство для омоложения, от шелушивания кожи, регенерации кожи, это обалденное средство, тем кому за 25, я так думаю. И его надо принимать курсом, как бы в этом году у меня немножко другое лечение кожи, и ретинолом я не пользовалась. Но если вы к чему-то такому присматриваетесь, и вы хотите действительно увидеть на коже такое обновление, то я вам советую его. La Roche-Posay, моя самая любимая термальная вода, без неё я не могу, я её заказывать, точнее покупать буду постоянно. У неё отличный распылитель, мелкодисперсная водичка оттуда выходит, пробуждает меня с утра, раздражения нет, супер. Если вы смотрите или читаете что-то про натуральное постоянно, какие-то статьи, смотрите блогеров, так же как я, наверняка вы знаете, что есть такое натуральное средство, это натуральное мыло, Castile, по-моему, называется на русском, Castile Soap, так и написано на английском. Это мыло, которое, по-моему, сделано из кокоса, то есть оно натурального происхождения и содержит животных ингредиентов, как обычное мыло, да, и хорошо очищает. И что хочу сказать, это мыло, как по мне, от чая до скрипа, я не очень люблю такое ощущение на коже, вот прям как хозяйственное мыло, только то, что натуральное. В общем, кто хочет до скрипа кожи в душе, вот присмотритесь именно к нему. Крем, который мне не понравился, ночной крем Andaloo Natural с этой серией просто супер, но дневной, это такой моистюрайзер без масла, с зелёным чаем и с асаи, с белым чаем, извиняюсь, и с асаи ягодами. У меня от него было раздражение, лицо краснело по утрам, не знаю, в чём дело, но я вам не рекомендую тех, у кого чувствительная кожа. Тушь с маслами Maybelline, у меня обалденно, самая любимая тушь просто в мире, это Lush Sensational первой версии. Эта же кисточка мне показалась обычной, она не делает ничего такого, прям вау-вау, и я считаю, что первая версия была гораздо лучше, несмотря на то, что здесь масла в составе, она не стала моим любимчиком. И если вы любите первую версию, то не могу гарантировать, что вам понравится вот эта тушь также. Обожаю, это гель для умывания, мой самый любимый, самый лучший, лучший я пока не нашла. Единственное, осень и зимой, конечно, сейчас у меня начинает чуть-чуть сушиться от него кожа, но это не проблема, я сразу наношу уход. Но очищение обалденное, и можно умывать глаза. Это Nuxe гель для умывания с розами для глаз и для лица, для нормальной комбинированной чувствительной кожи, просто обожаю. Тушь Fellini, зелененькая, Wall Your Million Lashes от L'Oreal, мне она понравилась. У нее кисточка очень похожая на кисточку Lush Essential в первой версии от Maybelline, также она такая изогнутая. И это классная тушь, я вообще люблю вот туши этой серии, такие зеленые, фиолетовые, разные-разные от L'Oreal, они действительно классные. Делают изгибы, поднимают и фиксируют реснички. Моя старая добрая тушь, очень дешевая, очень классная, бюджетная, подойдет для студентов, для школьников. Просто она уже у меня засохла, на самом деле она держала, наверное, свою форму и текстуру около года, даже больше. И эта тушь I Love Extreme от Essence с огромной кисточкой, но эта тушь обалденна именно тем, что она дает, посмотрите, какая огромная кисточка, дает такое удлинение, разделение, такой распахнутый взгляд. В общем, я думаю, что я ее еще когда-нибудь переберуту обязательно. Сухой шампунь Batiste XXXL Volume, я его любила, и это, кстати, старая версия. Сейчас я выпустил новую версию, что-то с ней не так, у меня более грязная голова с ней, и больше она чешется. В общем, старая версия классная, но сейчас, наверное, нигде такую же не найти. Крем для глаз, который закончился у меня недавно, и это с iHerb, с азуленовой кислотой, крем для глаз, и он очень даже ничего. Потому что обычно крема для глаз я не верю, мои морщинки, наверное, уже никакой крем не уберет, все это рекламный ход, но здесь обалденный состав, и я заметила, что если мы используем часто, действительно, глаза как-то выглядят лучше, свежее, и как будто морщинок меньше. Поэтому я захожу этот крем обязательно еще. Гель для душа от Eocerin, на самом деле это гель для душа для тела и лица, я что-то купилась на какую-то акцию в аптеке, купила его, думала, для лица подойдет. Лица очень жестко, не советую, для тела очень хорошо. Это один из тех гелей для душа, у кого очень нежная кожа на теле, очень чувствительная, вы любите мягкое очищение, у вас очень сухая кожа, вам понравится, потому что он очень деликатно очищает, нежно, как будто бы с таким уходом и пленочкой, это не жирная пленка, просто у вас лицо, ой, точнее тело будет очень мягким после использования этого геля для душа. Крем от Mizon с SPF фильтром 35 на лето, для лица. И в общем, у меня он просто уже испортился, я часто пересматриваю косметику, всегда смотрю, чтобы у меня не залеживались, не залеживали долго продукты. У него срок годности уже вышел, то есть 12 месяцев после открытия, у меня уже больше года это средство. И оно для лица произойдет классно, на самом деле, если вы не боитесь там составов, здесь состав не очень хорош, там всякие парабины и так далее, только поэтому выкидываю, а так крем для лица хороший, не делает лицо белым, делает его матовым, хорошо выглядит на лице и защищает от солнца. Мой самый любимый, ненатуральный гель для душа, обожаю его, я не люблю запахи клубнички, малинки и так далее, этот же гель для душа запахом такого моря, такой свежести, и самое классное, в нем есть такие скрабирующие частички, маленькие точечки, я люблю вот так вот очищать кожу, мне кажется, она чистая на теле, кожа, и такая, знаете, как будто бы вот кровоток у вас увеличивается, улучшается точнее, в общем, там, например, на попу, самое отличное проскрабировать вот таким гелем для душа. Мицеллярная вода от L'Oreal, я ее люблю больше всего, если мы берем мицеллярную воду из такого масс-маркета, да, среди гарнира и так далее, классная вода, хорошо снимает макияж, у меня всегда дома, потому что там кроссовки надо почистить белые летом, либо же просто смыть быстро макияж, то это отличное средство. Еще одна тушь, как вы видите, здесь просто какой-то аврал, целый мешок всего за год, и эта тушь моя самая любимая, Maybelline Lush Sassational, первая версия, я пробую новую тушь и понимаю, что ничего не работает так же отлично, как она, у нее обалденнейшая щеточка, и обалденнейшие свойства, и она просто потрясающая. Если у вас маленькие глаза, если у вас ресницы тяжело как бы закручиваются вверх и держат форму в течение дня, то есть они опускаются, то это тушь то, что вам нужно. Шампунь и кондиционер от Garnier Ultra Do, и это питательный для таких поврежденных сухих волос, и этот шампунь и, извиняюсь, кондиционер, такие довольно-таки интересные, потому что в составе есть масло оливы, и когда мы наносим на голову, я вот честно вам говорю, я чувствую, что у меня во голове масло. Отличное средство среди сульфатных шампуней, но мне показалось, что от него может взглядеться голова, поэтому это я использовала для, как бы, бритья, да, между нами девочками, а этот я использовала для мытья кисточек, и он, кстати, их очень сильно смягчал и делал такими мягенькими. Последнее средство, супер-супер карандаш Micro Brow Pencil от NYX в оттенке Taupe, я его обожаю, единственный минус, он заканчивается через 2 месяца, очень быстро, или даже через полтора, вот это самый огромный минус, а так средство просто супер, маленький такой стержень нарисует вам реснички, точнее брови, очень натурально, супер-супер продукт. Консилер, который у меня закончился, и это любимчик года, консилер-камуфляж в оттенке 10, подойдет светлокожим девушкам на зиму, на осень, такой светлый оттенок, и он хорошо перекрывает, застывает, закрывает любые недостатки, просто класс. И средство с iHerb, такой от Alba Botanica гель, который должен бороться с припухлостями на ваших глазах, в общем, он вообще не борется, у него очень плохой, кстати, рейд сейчас на iHerb, и действительно не покупайтесь, не верьте, припухлости вам вообще оно не уберет, даже если вы будете держать его в холодильнике. Девчонки, рассказала я вам про все свои пустые банки, наконец-то я очень рада, что я смогу их выкинуть и избавиться от этого хлама, в общем, да, надеюсь, вам было полезно посмотреть это видео, и всем пока-пока, до скорых встреч!